Одна из самых нелегких работ в порту – работа швартовщика. Особенно зимой. 24 часа в сутки под дождем и снегом швартовщики принимают суда. Все равно, идет ли дождь или шторм, нам надо продолжать работать, потому что судно ждать не будут. Один из редких случаев, когда не используются услуги лоцмана – это при заходе парома. Здесь вся ответственность ложится на капитана, который, регулярно курсируя по определенному графику, уже знает, куда направлять судно. Он сейчас по рации запрашивает у службы капитана порта разрешение, может ли он уходить. И так происходит еще с тех времен, когда суда ходили под парусами. Швартовки бывают разные и у каждой своя функция. Этот трос на всех языках называется шпринг. Он протянут к центру судна. Это название троса на всех языках одинаковое. А это швартовый трос, который закрепляет судно у причала. А это продольный. Сейчас здесь шесть тросов, но вообще в зимнее время используем больше тросов. Количество может зависеть от решения капитана. Он может даже через семь минут нас позвать назад, потому что хочет закрепить еще один трос. Но обычно судно крепят шестью-восьми тросами. Конечно, у танкеров тросов побольше. Романтики здесь мало. Зимой приходится даже лицо закрывать маской. Обязательно нужно надевать светоотражающий жилет. Безопасности швартовщика может угрожать различная техника. Принимая суда, швартовщики уступают место для работы инспекторов, стивидоров и других. Надо беречь руки. Бывают травмы по невнимательности. Например, когда затягивают трос или когда судно выкидывает его. Трос может что-нибудь зацепить. И тогда мы кидаем маленький металлический трос обратно на судно. Надо соблюдать все правила. Самое сложное – принимать крупные нефтяные танкеры. Даже при наличии механической лебедки мужчинам хватает работы более чем на час. Швартовщик должен быть ловким и осторожным. Это позволяет избежать травм. У причалов нет никаких ограждений, а глубина составляет 17 метров. Когда был шторм, даже управляющий порта сказал нам, что не может дать нам распоряжение идти работать. Во время шторма порвался трос, и он попросил помочь пришвартовать судно к берегу. Мы могли и не идти помогать, но это надо было сделать. В 1992 году было учреждено управление Венсполского свободного порта. Тогда и начался трудовой стаж Норманда Райманиса, нынешнего шефа швартовщиков. Если посмотреть, каким был порт 20 лет назад, то это несравнимо с сегодняшним портом. Это день и ночь. Когда я пришел, было 40 человек. Мне нужно было создать бригаду, узнать, как происходит швартовка. Потому что раньше я этим не занимался. Текучки кадров, говорит Норманд, нет. Так же, как и в других службах порта. Есть швартовщики, проработавшие, как и сам Норманд, уже 20 лет. И таковых примерно половина. Мы швартовщики Венсполщане. Живем у моря. А кто еще будет этим заниматься? Во всем мире действует один стандарт приема и отдачи судов. На то, как работают швартовщики, можно посмотреть, когда заходит паром. И надо сказать, что на это не просто можно, а на это стоит посмотреть.